Меня зовут Сергей Карпов. Я жутко рад вас видеть в таком огромном количестве сегодня, потому что я вообще ожидал, что будет от пяти до десяти человек, и пришло очень много. И для меня это на самом деле большой вызов, потому что я как истинный визуал сегодня вам не покажу ни одной картинки в презентации. Буду говорить, 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 и попытаюсь вам буквами в речи объяснить, как работает фотография, как работает изображение, и как вообще попытаться не проинформировать пользователя. Я сегодня только про интернет буду говорить. Не проинформировать пользователя, а сделать так, чтобы пользователь прочувствовал, начал сопереживать и каким-то образом замотивировать пользователя, разделить с вами вашу работу и ту социальную проблему, которую вы поднимаете. Не обращайте внимания на название, слово документалистика в нашем сегодняшнем представлении и понимании значительно разница с тем представлением и пониманием, которое в него вкладывали в конце XIX века, например. Когда я говорю о документалистике, я не имею в виду ничего объективного. Ну, это нужно понимать, я об этом чуть-чуть дальше скажу, и вы в процессе поймете, как бы прошло это все. Собственно, начну с банального. Вот, вот она наша реальность, и это то, с чем мы сегодня с вами живем. Я сейчас в первой части попробую дать вам немножечко понимание того, в каких базовых условиях мы сегодня все находимся. И да, самое важное, поднимите из вас руку, кто занимается чем-то связанным с некоммерческим сектором. А есть ли среди вас визуалы? Ну, там, кино, фотографии, дизайн, все что угодно. А кто из вас зарабатывает деньги фотографией или картинками? И, соответственно, такой же вопрос для НКОшников. Кто из вас зарабатывает деньги, работая в благотворительности в некоммерческом секторе? То есть работают и зарабатывают деньги. Работают и зарабатывают деньги. Ну, я одно от другого не отличаю, потому что я считаю, что если вы работаете в благотворительном фонде, это не значит, что вы должны есть. Ну, окей. Это важно для того, чтобы понять примерно, на каком языке я разговариваю с вами. Ну, вот это вот общее для всех место. Чего это значит-то? А вот чего. У вас есть у кого-нибудь смартфон? Простите. А у кого нету смартфона сейчас, в данный момент? Вау! Класс! Кроме вас. Покажите мне ваш смартфон, пожалуйста. У кого-то есть не-тач-скриновые смартфоны? Два. Окей. А теперь посчитайте количество массажеров в вашем смартфоне. Ну, просто посчитайте примерно. А в Инстаграм-массаж? Да, конечно. Все, что вам приносит сообщение, включая электронную почту и смс. Что все? Включая. Окей. У кого меньше пяти? Уверены? А перечислите, что у вас стоит? Ну, если это не правильно все равно. Почта? Вы не получаете почту и смартфон. Окей. Фейсбук, контакт? Аймесседж. Аймесседж? Ничего, то есть ничего. Хорошо. А у вас вы поднимали руку? Фейсбук, контакт и смартфон. Почта и смс? Ну, то есть вы понимаете, да? Мы здесь сейчас с вами будем разговаривать о том, как нам, ну, поехать за 3-9 земель, снять там какой-то невероятный материал, привезти и донести его до пользователя. А выясняется, что, вот, ну, то есть вам все пишут, вам все постоянно вас отвлекают, то есть для того, чтобы вам сосредоточиться на каком-то материале в течение 5 минут, нужно произвести гиперусилие. А для того, чтобы вам заставить сосредоточиться другого человека на вашем материале, нужно произвести архи-гиперусилие. Потому что, ну, если вы посмотрите, понаблюдаете за собой, как вы себя ведете просто серф-интернет, вы поймете, что вы, ну, на странице, которая вас заинтересовала, ну, в том случае, если вы не читаете какой-то большой текст, проводите не больше 40 секунд. И это, на самом деле, ну, те условия, в которых мы все существуем, работаем. Теперь, вот, вот вместо того, чтобы посмотреть, как там, простите, МКОшники меня поймут, детки умирают, или как лечить от рака, я лучше пойду посмотрю мемасики, ну, там, в Фейсбук пообновляю. Вы меня не заставите смотреть ваш материал до тех пор, пока я не пойму свою мотивацию. До тех пор, пока я не буду понимать, какого черта мне вообще туда лезть, и зачем мне это все смотреть. То есть мне вот эти боли, страдания у меня как бы везде, каждый день я выхожу из подъезда, а там бабушка болеет и страдает. И мне вот еще, как бы, в Фейсбучной ренте вот эта боли, страдания, как-то вот, ну, совсем мне уже, ну, я не нажму. Ну, то есть я не кликну. А ваша задача заставить меня кликнуть. Че делать? А, да, забыл. Ну, то есть, если там в начале 20-го века, даже в середине достаточно было отправить фотографа в куда-нибудь там Папуановую Гвинею, привезти оттуда людей на фотографиях, которые выглядят не так, как все, и все говорили, о-о-о, ничего себе. Сегодня, если вы покажете мне фотографию чего угодно, я вам скажу, что я знаю, как это выглядит. Ну, я точно знаю, как выглядят расчлененные дети. Я точно знаю, как выглядит какое-нибудь небывалое растение где-нибудь в американской стране. Я точно знаю, как выглядит похороны Фиделикастро. Я точно знаю, как выглядит все вообще на этой планете, потому что мы 150 лет живем в визуальном мире. Ну, в таком массово продуцирующем самого себя. И вы меня ничем вообще не удивите, потому что меня, в общем-то, ничего не интересует, кроме этого Фейсбука. Ну, и как бы мимасик, поржать вот так вот все. Вот. И меня интересует только одна вещь, ну, как, которая может меня заставить смотреть ваш контент. Вот это. То есть, мне вообще плевать, как выглядят пингвины, ну, в Антарктике. Мне важно, что вы, конкретный автор, думаете по поводу этих пингвинов, потому что я не знаю вас. А пингвинов знаю. Ну, понимаете? То есть, мне абсолютно все равно, как выглядит та или иная вещь. Единственное, что меня может заинтересовать, это то, как вы видите эту вещь. И это очень важная точка сборки, от которой все будет дальше отталкиваться. Чуть-чуть применительно к фотографии давайте уйдем. Я все-таки, ну, базовый фотограф. Все то, чем я сейчас занимаюсь, вытекло оттуда. И, ну, мне кажется, важно сосредоточиться именно на этом меню. Давно все говорят, что фотография умерла, и пленочная фотография умерла, и любая фотография вообще умерла, потому что зачем нам фотографии есть? У нас есть видео, картинки двигаются. Ну, и вот это вот все. И журналы тоже поверли, и ничего не работает. Ну, в общем, такой вездесущий пессимизм. Но мне кажется, что все на самом деле не так плачевно. В смысле, это все плохо, конечно. Ну, и фотография действительно там, ну, подсдала свои позиции. Но, на мой взгляд, она значительно видоизменилась. И, простите за сексизм, сейчас утро звучит, и вы будете меня не любить. Но фотография видоизменилась с приходом женщин в фотографию. И, ну, это мое убеждение, правда. Я твердо уверен, что одни и те же проблемы, одни и те же вещи женщины и мужчины видятся совершенно по-разному, несмотря на то, что мы вообще-то все разные. Но просто вот, ну, как бы мир женщин и мир мужчин, это совершенно два отличающихся друг от друга мира, которые часто пересекаются, но все же, которые, ну, как бы, являются. Самодостаточные. Фотография существенно видоизменилась. И, да, это похоже. И здесь же я хочу сказать вам о том, что фотография, документальная фотография, изменилась в сторону именно авторской интерпретации на вещи. То есть то, что сейчас там, ну, называют разными словами. Кто-то арт-дог, кто-то пост-дог, кто-то, ну, по-всякому. То есть это не фиксация изображения в момент нахождения где-либо. Это важно понимать. То есть, ну, хорошая фотография — это не та фотография, которая вам показывает. Это вот. Хорошая фотография та, которая вам дает некоторый смысл добавочный к тому, что вы видите. То есть вы видите, как, не знаю, колышутся веточки, и в то же время вы понимаете, что эти веточки колышутся зачем-то, потому что... Иначе, ну, какой черт, в общем, мне автор это показывает. Ну, и вот этот вот весь огромный спектр, который называется там культура, искусство и все-все-все. И все это должно работать в вашем проекте. Иначе вы меня не заинтересуете, иначе я буду смотреть как, ну, как бы на ветку, я ее видел много раз. Да, ну, это расхожая фраза у фотографов. Не надо снимать глагол, надо снимать прилагательный. Ну, на мой взгляд. Для того, чтобы авторское из себя извлечь. Что я имею в виду? Если я снимаю человека, ну, вижу на изображении, что человек стоит. Это, ну, как бы, это просто изображение. Оно мне показывает, как человек стоит. Если я каким-то исключенным образом умудряюсь сделать так, что я, снимая человека, рассказываю историю, почему он стоит, это другое. Ну, понимаете, то есть это некоторый процесс. Процесс рассказывания и показывания сильно отличаются. И я как раз сейчас больше про рассказывание. Рассказывать можно с помощью эпитетов, метафор, бла-бла-бла. Ну, и как бы, там, с помощью Аристотеля 4 века до нашей эры, с помощью вот этих всех. Ну, завязка-развязка. Ну, и вот это вот, то, что он написал. С видео абсолютно та же самая история. То есть можно показывать, можно рассказывать, можно эмоционально воздействовать на человека. То, что я делаю в рамках таких дел, ну, как бы, я сам себе ставлю задачу, в первую очередь, эмоционально воздействовать на пользователя. То есть мне понятно, как его информировать. И если он пришел ко мне, ну, на ресурсе, я понимаю, что он и так получает информацию, которую я хочу к нему донести. Мне не все равно, в каком состоянии он воспримет эту информацию. Поэтому, ну, моя главная задача в таких делах сделать так, чтобы пользователь начал сопереживать, стал соучастником. Ну, то есть, переводя на русский язык, как бы, если человек заплакал, я победил. Ну, вот. Ну, это так работает вообще любой вид нарративного искусства. Там, кинематограф, книги, все что угодно. И мне кажется, что мы ни в коем случае не должны жалеть пользователя. Мы его должны, ну, как бы, приводить в состояние сопереживания каждый раз, когда мы с ним соприкасаемся. Потому что только в таком состоянии он сможет действительно понять и разделить то, о чем вы хотите ему сказать. Не просмотреть и сказать не клевые фотки. Ну, как это, ну, вот, вот. Чтобы его зацепил, и он ушел и подумал еще об этом. А может быть, и детям рассказал, а может быть, и что-нибудь еще сделал. Вот. Ну, применительно там к фондовой истории, да, ну, в смысле, к НКОшной истории, наверное, все-таки должно каким-то образом конвертироваться там в пожертвования, которые, там, благотворительные фонды собирают, да. И, в общем-то, такие дела существуют за счет того, что мы конвертируем рассказы о конкретных людях и проблемах в реальные деньги. Ну, то есть, если вы знаете, такие дела существуют за счет того, что пользователи жертвуют раз в месяц какое-то количество денег, и на эти деньги мы живем. То есть, это не донорские какие-то там, ну, есть два человека, которые дают, по-моему, два человека, я не очень знаю, которые дают какое-то количество денег для того, чтобы редакция работала. Все остальные деньги для редакции платят зрители, которые смотрят. И, ну, это наша первостепенная задача – конвертировать. Да, применительно к спецпроектам. Вообще, ну, как к любому материалу, это выражение Питера Тенхупина, известного датского, да, фотографа, по-моему, датского. Что эта фраза означает в контексте моего спича сегодняшнего? Это означает, что если у вас есть потрясающие фотографии, невероятные видео и умопомрачительный текст, не надо впихивать все в один материал. Выберите. Ну, то есть, не надо впихивать невпихуемое. Если вам кажется, что вы сейчас 63 фотографии, а потом полтора часа видео и 150 тысяч знаков текста запихнуть в один лонгрид, и его прочитают. Не прочитаю. Ну, то есть, прочитают 300 знаков в лиде, просмотрят две фотографии, скажут, что-то дохера фотка, и уйдут. Ну, это реальность. Это вот то, что я говорил вначале, насыщенное медиапотребление, бла-бла-бла. Второе, я слайд не сделал почему-то для этого. Пользователю нельзя давать выбор. Если вы даете пользователю выбор из двух, он уходит. То есть, ну, если вы доводите пользователя, или в самом начале ему говорите, а выбери, либо сюда пойдешь, либо сюда пойдешь, он в Facebook пойдет. Ну, к сожалению, это так. И пользователю нужно схватить за шиворот и протащить до самого конца. Любыми способами. Ну, вообще любыми. Потому что только так вы победили. Это вообще то, с чем я столкнулся в этом году. Очень, ну, у меня просто, как бы я вообще, ну, исполнитель всегда был. В том смысле, что я находился в поле, там, и на кнопку нажимал. В этом году я стал человеком, который стал задания давать. И первое, с чем я столкнулся, вот это. Никогда не работайте с исполнителем. Если вы приходите, к вам приходит человек, или вы приходите к человеку, а он себя ведет как, ну, ты мне пришли ТЗ, я там вот сделаю, что по ТЗ. Не надо так делать, потому что вы тратите кучу времени своего, кучу времени его, и получаете невероятное количество нервов, потому что вам приходится каждый шаг степ-бай-степ объяснять, что делать. Зачем вам этот человек? Ну, если вы и так знаете, что делать. Работайте с авторами. Всегда. Ну, то есть, достаточно хорошему автору дать вектор, и, ну, и задачи, что нужно получить, как он сделает, это его дело. Он автор. Это его имя, его портфолио, его все-все-все-все. То есть, ну, это вот, ну, это тот опыт, с которым я в этом году столкнулся, и с радостью с вами делюсь. Да, это хороший вопрос. Если вы запускаете новое дело, кто будет человеком после вас в этом деле? Ну, это, типа, призыв к интерактиву, давайте поотвечаю. Продавец. Продавец. А что продавать будете? Мело. Продукт, который... А какой продукт? Вот первый ваш застольный день. Ну, вы придумали... Вы запускаете стартап. Да-да, ну, вы придумали, и вам нужно его сделать, этот стартап. Продавать еще нечего. То есть, есть идея. Диджитон специалист. Хорошо. А что будете кодить? Что кодить будете? Креативный директор. Сайт. Креативный директор, кто сказал? Вы. Так, следующий. Пиарщик. Не-не-не, не следующий, а в смысле, если кто-нибудь еще ответит. Пиарщик. Пиарщик. А что пиарите? Что у вас там на уме? Мне кажется, что все-таки вот так. Ну, то есть, для того, чтобы что-то продать, нужно что-то показать. И для того, чтобы оформить ваши идеи, вы ближе всего были к этому. Ну, на самом деле. Да, на самом деле. Для того, чтобы что-либо запустилось, нужно это что-либо визуализировать. Потому что то, что у меня в голове, далеко не то же самое, что в голове у вас. И, ну, мне сложно вам на буквах и там со всякими танцами, бубнами объяснить, что я имею в виду вообще. А дизайнер может. И если вы думаете, что привезя откуда угодно материал, вы идете такой на тильду сам. Вы же автор, вы же все сами придумали. Идете в тильду или в Рэдди Мэг и пилите все сами. И будет вообще офигенно? Не будет офигенно. Ну, правда. Будет какашечка, простите. И, ну, эту какашечку надо нарисовать, чтобы она была, ну, чтобы она была царь-какашечкой, понимаете. Ну, вот, то есть, нужно все это визуализировать. И это, на самом деле, проблема 90% людей, которые занимаются выпуском специальных проектов. Ну, мне важно получить контент, так как его упаковать, мне плевать. У меня же есть тройки Макатильда, они же чудеса делают. Не делают. Чудеса вы делаете. Это как, ну, спрашивать у фотографа, на что он снимался. Ну, то есть, какая разница, можно на ведро снимать. У меня была знакомая девочка, которая, пока я учился на фотофакультете Гальперина, два месяца. Она за эти два месяца сняла зачет, который назывался, там, митинг. Ну, короче, 7 ноября надо было сходить на митинг. Она сняла его на ведро. Ну, у нее не было камеры, она, вот, ну, вспомнила, как работает физика, оптика. И сделала из бедра камеру обскорую. Пошла снимать. Ну, блин. Это было вообще невероятно. Поэтому, ну, как бы, Тильда и Родимак это круто, но если вы не понимаете, как они работают, вы не сможете их сделать хорошо. Это проблема, с которой сталкиваются, пожалуй, все. После того, как вы нашли дизайнера, вы понимаете, что у вас же, вот, ну, либо есть идея, и нужно ехать ее снимать. Либо есть материал, и его как-то нужно упаковать. И это большая загвоздка, потому что, ну, есть определенный род проекты, в которых вы не можете разработать дизайн-макет до тех пор, пока у вас нет контента. А есть наоборот. Об этом надо всегда помнить и быть готовым. То есть это два совершенно разных подхода к тому, как все работает. То есть либо вы упаковываете, исходя из того, что вам диктует контент, либо наоборот. Вы едете за контентом, исходя из того, что вам нужно получить. И это, ну, две совершенно разные парадигмы действия. И, ну, просто над тем подумайте. Я не буду сейчас подробно объяснять, какие где, ну, вещи и дела. Может быть, потом, например, я более детально покажу, где как, чего. Дизайнер вас научит вот этому. Key Visuals — это такие штуки, ну, это главные визуальные образы. Если вы придумаете для своего проекта главный визуальный образ, это, там, в 30-40% случаев будет означать, что этот проект запомнят. Что я имею в виду? Это какая-то такая функциональная вещь, которая, вокруг которой крутится весь концепт дизайнерский вашего материала. Я сейчас покажу приблизительно, о чем я, ну, что я имею в виду. А вот сейчас надо звук подключить, можно? Да. Да. Очень странно. Ну, короче, ладно, расскажу так. Этот проект называется «Кремлевские звезды», и он рассказывает нам о том, как живет поселок Красный Май между Москвой и Петербургом под Вышним Булачком. В поселке Красный Май в советское время находился завод Красный Май, который производил, угадайте что, и какой-то, какой-то формы все это облечет. И здесь все довольно понятно, вокруг чего нужно крутиться и где этот киевый желс. Ну то есть если мы говорим про рубиновые звезды, наверное, рубиновая звезда и есть этот киевый желс. И мы его взяли. Ну и собственно логистика проекта очень простая. Вы по каждому лучику смотрите историю конкретного человека, который живет на месте, где он рассказывает истории разные от того, как он работал на заводе, как там все где происходило и все остальное, заканчивая тем, что просто делится с нами опытом проживания в деревне в одного. Но мы предложили пользователю также такую небольшую игрушечку, она очень двусмысленная. Ну по-разному просто считывается людьми, исходя из гражданских, политических позиций, на которых человек находится. Мы предложили пользователю разбить звезду полностью, так как сделали с заводом, и посмотреть, что в итоге получится. Ну то есть, если вы просмотрите все пять историй, просматривая одну, вы разбиваете один лучик. Если вы просмотрите все пять историй, вам выпадет, собственно, такой саммарик, в котором более-менее понятно, а что вообще, почему так происходит. Там мэр города рассказывает о том, как он вообще, какой он молодец, и нахрен тут завод, давайте здесь лучше будут коттеджи. Ну вот такое. Ну а люди там, ну что, это ж люди, не очень важно. Вот. И, собственно, в этом проекте KeyVisual это, ну, звезда Рубинова. Ну, это классический OneGrip. Дальше. Давайте другое покажу. Этот проект мы запустили на прошлой неделе. Я очень надеюсь, что он взлетит сейчас. Потому что он довольно тяжелый. Этот проект сильно сложнее с точки зрения поиска визуального стиля. Этот проект посвящен социальному сиротству, как явлению. И мы столкнулись с очень сложной задачей. У меня второй раз в жизни такая задача. Первая задача была, когда мы делали проект последние 30, и нам нужно было найти какую-то айдентику. Но, как оказалось, прилагательное и числительное в одном словосочетании визуализировать невозможно практически. Вот. А здесь примерно то же самое. Ну, вот какие у вас ассоциации возникают со словосочетанием социальное сиротство? О чем вы думаете, когда вы это произносите или слышите? Почему не связаны? Картинка есть? Ну, дисфункциональная семья, которая... Как это нарисовать? Ребёнок. Ребёнок и детский сад, и детский дом, и роддом, и школа. Всё про детей. Ну, то есть это не точно. А если нет, то какая-то передача из-под графика? Нет, ну, вам нужно какую-то картинку, чтобы она говорила вам о том, что это социальное сиротство. Понимаете? Ну, это, собственно, какая-то картинка, образ, нам не ответно, чтобы люди... Смотрите, всё что угодно может быть. Ну, что-то, передающее одиночество, наверное. Как это нарисовать? Как нарисовать одиночество? Ну, понимаете, вот это те вопросы прикладные, с которыми вы сталкиваетесь, как только вы начинаете работать над проектом. Вам нужно придумать, как нарисовать социальное сиротство. Да чёрт её знает. Ну, то есть... Можно нарисовать семью или как её сделать? Можно нарисовать брошенную игрушку и много людей, которые ходят и не отвечают. Это статичное изображение, которое является логотипом. Ну, люди не ходят. Ну, вот. И, короче, мы долго думали, недели полторы, наверное, мы это крутили в голове у себя, ну, там, с дизайнером. В итоге поняли, что... Ну, для меня социальное сиротство — это тотальная неопределённость мальчика или девочки, попадающего в эту систему. То есть ребёнок ничего не решает. За ребёнка все ситуации прописаны, регламентированы заранее. Он находится в вакууме и, ну, и с ним... Ну, как бы... Это такая бесформенная, что ли, штука, понимаете? Ну, то есть она как... Как будто бы она есть, ну, и ребёнок находится в этом состоянии, но его невозможно потрогать и пощупать. Ну, как... Не вербализировать, не визуализировать — ничего невозможно. Короче, мы не нашли ничего лучшего, как... Механикой проекта сделать очень простую идею. Или ребёнок ничего не выбирает, попадая в социальное учреждение. Вы тоже ничего не выбираете. Вы жмёте на кнопку, и вот клубочки. Ну, вот эти вот бесформенные клубочки, которые вам, как бы, говорят о том, что такое социальное сиротство. Наверное, это не очень хороший пример для KeyVisual, потому что, ну, слишком такая метафоричная штука, да? Ну, вот это вот и есть наш KeyVisual на этот проект. Это вот бесформенная масса крутящаяся, которая ничего не определяет, которая, ну, вот такое, понимаете? В соответствии с механикой проекта это вот... Ну, вы не согласны, я вижу, да? Видимо, вы как раз занимаетесь напрямую этими проблемами. Ну, вот это отличие специалиста от неспециалиста. Я всё-таки для Фейсбука, понимаете? В Фейсбуке вообще ничего не знаю про социальное сиротство. Ну, вообще, совсем. В Фейсбуке люди даже не знают о том, что, возможно, от одного ребёнка дважды отказаться. Ну, просто не знают, потому что можно и трижды, и четырежды, да? А можно, ну, как-то, ну, много чего можно. Но Фейсбук этого не знает. У Фейсбука есть сиротство, которым говорят на каждом углу, «Дву, блин, пойду дальше». Ну, вот что есть у Фейсбука. И это реальность. А нам нужно заставить человека смотреть. Вот. Вот.